Привет! Ты на канале о бизнесе. Сегодня поговорим о действительно необычных бизнес-идеях, которые удивляют своей простотой и стартом с нуля. Идеи буквально были на виду, но никто до этого не воплотил их в бизнес-проекты. Рассмотрим действительно прибыльные идеи, которые первоначально ориентированы на помощь людям, и тем самым они становятся полезны, а следовательно приносят огромные деньги. Представленные идеи мотивируют на создание своего бизнеса и доказывают, что прибыльные проекты лежат совсем рядом. Нужно лишь внимательно присмотреться, так что смотри видео до конца. И конечно же, не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если выпуск тебе понравится. А если тебе интересно, сколько я зарабатываю с ютуба и интересны актуальные идеи бизнеса, то всё это в моём телеграм-канале. Присоединяйся, ссылка в описании. А теперь давай перейдём к прибыльным бизнес-проектам. Компактная электрическая грелка для рук Холод не нравится никому. Он сковывает движения, портит настроение, приводит к заболеваниям. Вопрос о согревании в зимний период времени всегда стоит остро. Мы используем огромное количество различной одежды для того, чтобы сохранить тепло и сделать поход в магазин или на работу более комфортным. Но это не всегда решает проблему. Нужен постоянный источник тепла, который сделает прогулку действительно комфортной. Так подумали изобретатели из Солт-Лейк-Сити в Юте, разработав прототип портативной электрической грелки, которая будет постоянно издавать тепло. Да, такие устройства были на рынке ранее, их можно было купить в Китае. Но они были далеко не безопасными и не всегда справлялись со своей задачей. Ребята сделали упор на качество и добились успеха. Изделие состоит из специальной батарейки и стержней, которые нагреваются до определенной температуры при подаче на них напряжения. В изделии есть три режима нагрева, от минимального до максимального. Это позволяет каждому подобрать оптимальную температуру. В качестве материалов был выбран долговечный алюминий и пробковое дерево, которое приятно на ощупь и отлично передает тепло. Да и выглядит такой материал более чем гармонично. Для того, чтобы начать производство, изобретатели выложили проект на краунфандинговом сайте и попросили у инвесторов 20 тысяч долларов. На сегодняшний день проект уже собрал более 60 тысяч, что говорит о заинтересованности общества в таких изделиях. Компактные размеры позволят брать гаджет с собой в походы. Он позволит комфортно спать в палатке, согреет руки или тело на городской улице. Это универсальное решение многих проблем. Ты можешь наладить свое производство таких гаджетов. Они не очень сложны по конструкции. Есть довольно большое сходство с простым повербанком, который позволяет заряжать устройство. Но здесь энергия идет на нагрев стержней. Чем больше напряжение, тем больше нагрев. Так и регулируется режим работы. Если тебе удастся наладить подобное производство, то бизнес начнет приносить хорошие деньги. Особенно в холодный период года. Себестоимость одной такой электрической грелки порядка 7 долларов. Продавать же товар можно будет более чем за 30 долларов, что говорит о хорошей рентабельности. Конкуренция на рынке будет. Поэтому нужно поспешить и быть одним из первых, кто предложит продукцию отечественного производства. Гаджет для автоматического открывания и закрывания жалюзи. Сегодня все пытаются автоматизировать те или иные процессы, ведь это делает жизнь более комфортной и приятной. Если говорить об умных домах, которые обладают просто невероятным набором функций, то это уже никого не удивляет. Еще несколько лет назад умный дом мог показаться фантастикой. Сегодня же индустрия уже шагнула вперед, оставив технологию умного дома позади. Тем не менее, сооружение умного дома остается довольно дорогим удовольствием. Не все могут себе это позволить, зато все могут позволить небольшие гаджеты, которые автоматизируют те или иные процессы в доме. Это отличная возможность заработать, сделав жизнь людей лучше. Так подумал изобретатель из Торонто в Канаде, который разработал небольшой гаджет для автоматизации подъема и опускания жалюзи. В умных домах используется своя система для решения такой проблемы. Там есть сложный механизм и используются специальные жалюзи, поэтому все становится дорогим. Изобретатель подумал о том, что не нужно менять конструкцию, нужно поменять принцип воздействия. Необходимо переложить работу человека на автоматическое устройство, после чего проблема будет полностью решена. Так появился небольшой стильный гаджет, который закрепляется на стандартном шнурке жалюзи и выполняет работу за человека. Управляется гаджет через смартфон, поэтому все становится действительно удобным. Чтобы наладить производство, изобретатель разместил проект на краунфандинговом сайте, где попросил инвесторов собрать 10 тысяч долларов. За несколько дней проект уже собрал более 70 тысяч, что говорит о заинтересованности аудитории. Сейчас проект на стадии реализации, поэтому у тебя есть возможности стать одним из первых, кто реализует подобную идею в странах СНГ. Производить такой гаджет несложно. Как могло показаться изначально, есть контроллер с беспроводной связью, его можно купить в готовом виде. Этот контроллер управляет небольшим электрическим двигателем, который способен вращаться в обе стороны. Простое приложение позволяет давать команды двигателю и тем самым поднимать или опускать жалюзи на окнах. Если наладить своё производство, то себестоимость одного такого гаджета будет порядка 5 долларов. Продавать его можно по цене более 30, что говорит о хорошей рентабельности. Бизнес может легко выйти на месячную прибыль более чем в полторы тысячи долларов, ведь товар инновационный. Также здесь есть очень хорошие перспективы для дальнейшего развития. Самое компактное и мощное зарядное устройство Сегодня человек использует массу гаджетов, которые нужно заряжать и подключать к сети. У каждого гаджета есть своё зарядное устройство, что в результате приводит к хаосу в доме или на столе. Изобретатели из Лос-Анджелеса в Калифорнии смогли найти решение данной проблемы, и проект получил невероятное количество положительных отзывов среди инвесторов. Суть данного проекта заключается в том, чтобы создать одно небольшое зарядное устройство с возможностью подключения сразу нескольких гаджетов. Необходимо сделать его достаточно мощным, чтобы оно смогло подавать оптимальное напряжение на все подключённые устройства. У изобретателя получилось это сделать, они нашли проблему современности и позволили избавиться от огромного количества зарядных устройств, которые уже попросту не было к чему подключать. Для того, чтобы начать массовое производство, нужны деньги. Сумма нужна была не самая большая, но необходимо было изучить спрос на устройство. Проект был выложен на краунфандинговой площадке. У инвесторов попросили собрать всего 10 тысяч долларов. За несколько недель сумма собранных средств перевалила за отметку в 1 миллион долларов. Это говорит о том, что проблемы есть, и все очень ждут её оптимального решения. Такая колоссальная сумма наверняка даст возможность изобретателям быстро начать производство и вывести товар на массовый рынок. Но на отечественный рынок такая продукция попадёт, скорее всего, через несколько лет. У тебя ещё есть возможность занять эту нишу и создать оптимальную конкуренцию. Основой успеха такого проекта является то, что он действительно ожидаемый покупателями. Необходимо создать своё изобретение, но если оно не будет эффективно продаваться, то проект навсегда им и останется. Всё же не все изобретения создаются только для того, чтобы зарабатывать, но зачастую это и является двигателем прогресса. Товар американского производства будет оцениваться на отечественном рынке в более чем 100 долларов. Это высокая цена для зарядного устройства, и наверняка многие откажутся тратить на него свои деньги. Ты можешь создать продукт отечественного производства, снизить его стоимость до 50 долларов и предложить более оптимальное решение покупателю. Такая цена уже удовлетворит определённый сегмент покупателей и позволит выйти на постоянную прибыль. Но нужно поспешить, есть вероятность того, что разработку такого товара рассматриваешь не только ты. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!